Привет, я журналист Алексей Мацука. Я родился и вырос на Донбассе. И это мой блог о том, как дела дома в Донецке. С 10 июня украинская страна возобновила работу двух из пяти КПВВ на Донбассе. Пункты пропуска с середины марта были закрыты из-за пандемии и карантина. Пока на несколько часов в день открыли только Марьинку и Станицу Луганскую, пересекающим нужно быть в масках, соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию, а также дать согласие на двухнедельную самоизоляцию. С шести часов утра на КПВВ среди желающих проехать было около двух сотен человек. Это старики и дети. Все ждали 11 часов, когда откроют пункт пропуска. Вот только в сторону отдельных районов Донецкой и Луганской областей их не пропускают. ЛДНР заявили, что не откроют свои пункты одновременно с украинской стороной. Пробную машину мы пропустили. Та сторона машину ту не запустила. И теперь человек, который не выявил желание проехать первым, будет проходить самоизоляцию в 14 дней. Без комментариев. Что случилось? Что сказали? Ничего не пускают. Закрыто. У них команды нет, чтобы запускать. Мотивовали это чем-то, кроме этой команды? Ну нет, мы не запускаем. Все, весь ответ. Мы готовы, пограунд войска готовы, служба безопасности готова, все службы готовы на территории Украины пропускать людей на тимчасово окупованую территорию, но та сторона никого не запускает. Будем працювать каждого дня в таком. Завтра. 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 Завтра починаем сьогодні. А сьогодні також, якщо у людей є бажання перетянути лінію розмежування самостійно, перетянути, но никто гарантівство відсотового видача та сторона запустила. Ви можете проходить, но після цього ви повинні пройти 14-денний курс самоизоляции. В групувках сказали, что это якобы провокация со стороны Украины и призвали жителей Донецка и Луганска не пересекать КПВВ, если их нет в заранее согласованных списках так называемых Министерств иностранных дел ЛНР и ДНР. Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на данный момент закрыты. Виїзд возможен только по решению оперативного штаба. Такой порядок пересечения сохранится до особого распоряжения главы ДНР. Министерство иностранных дел уведомит людей, когда, в какой день и в какое время люди могут пересечь границу. Поменялось то, что мы сможем уже ежедневно людей пропускать через зрению соприкосновения. Пропуск будет проводиться по спискам. Пандемию никто не отменял. Поэтому граждан просим именно прибывать на пункт пропуска в соответствии с указанной датой и указанным времени. У людей, которые хотят покинуть Ордло, больше шансов пересечь КПВВ. Если же они захотят вернуться в ближайшее время, у них, скорее всего, возникнут проблемы. Очень конструктивная позиция. Представляете, сколько людей, выехавших за своими пенсиями и вернувшихся в тот же день, будут ждать в очередях на КПВВ. Как кто-то составит какие-то списки, а потом еще и будет отслеживать их обсервацию и самоизоляцию. За нарушение которой, кстати, предусматриваются серьезные штрафы. Я уже не говорю о тех людях, которые захотят выехать на коррумпированную территорию со свободной территории. Их не будет в списках выехавших, а значит их просто не пустят. Забота о людях. Некоторые правозащитники и волонтеры, которые уже увидели весь ужас происходящего на КПВВ, выступили с призывом пока не ехать на линию соприкосновения. Сейчас КПВВ работают в самую жару, с 11 до 14 дня. 10 июня, еще до начала пропуска, на КПВВ в станице мужчина потерял сознание. Его забрала скорая и увезла в больницу. Разумеется, не каждый человек выдержит изнурительную поездку и многочасовое ожидание в очереди. Поэтому чиновники предложили разрешить пересекать линию соприкосновения в утренние и вечерние часы. Но, как говорят, с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. В украинском правительстве продолжают разрабатывать схемы, как сделать так, чтобы все желающие смогли проехать через линию соприкосновения, не спровоцировав при этом новую волну заболеваемости коронавирусом. В это время группировки ЛДНР бездействуют. Разрешение ждали. То есть, получается, нам здесь дали разрешение, но мы не думали, что здесь пропустят. Думали, это как-то обоюдно. Получается, нет. Я и дальше буду следить дома за ситуацией в Донецке, а вы подписывайтесь. Телеканал Дом во всех соцсетях. До свидания.